привет меня зовут светлана сегодня 6 июня 21 года и у нас очередное отчетно познавательно развлекательное видео спасибо что заглянули также хочу сказать спасибо девочки за комментарии за отзывы просьбы обращения советы рекомендации за лайки дизлайки в общем все принимаю всем спасибо особенно девочки понравился мне ваш искрометный юмор комментариях и в личных сообщениях по почте очень с вами интересно в общем не соскучишься спасибо большое так но теперь анонс небольшой что сегодня в программе ну понятно отчет вышивальной недели но тут поправочка скорее слабо вышивальной недели дальше хотели хочу в продолжение прошлого видео об алхимии вот не могу не вспомнить и не познакомить вас самыми знаменитыми алхимиками которые были выдающимися людьми своего времени очень умными и многогранными выбрала девочки самые интересные судьбы очень хочу вас познакомить оставайтесь вышиваете послушайте вот так же разгадка тайны безмятежной жизни прозвучить сегодня и самые интересные факты артути туда будет входить и фетры и алиса в зазеркале сумасшедшим шляпником и очень много чего интересного а также будет важное предупреждение напоминания которая возможно кому-то окажется очень полезным вот такой анонс на сегодня ну а теперь конечно вернемся к отчету до вышить за прошедшую неделю удалось крайне мало около трехсот их трех тысяч крестиков у меня абсолютно не было к сожалению времени и возможности вышибать вышивала поздно вечером вот все что удалось очень хотелось потому что ну я знаю что девочки есть ждут отчет вот отчитываюсь пока так в общем картина вышита на восемьдесят пять с половиной процентов это сто девять тысяч триста двадцать два крестика и выглядит вот так ну понятно свернута картина уже девочки просили меня разворачивать но станок для меня еще новшество является это да если я его разверну то снова все скручивать собирать буду до следующей отчетной неделе поэтому девочки извините в прошлом видео есть лицо вино дело все есть ну как соскучились интересно можно заглянуть посмотреть пока вот так хочу приблизить как тут с фокусом потому что жаловались плохой фокус ну да станок и диван и я на диване снимаю вышиваю поэтому рука дрожит подставка тоже общем вот так ну надеюсь что лучше сейчас обращаю пристальное на это внимание вот так приближу крестики чтобы как кому хочется очень обратить на это внимание пожалуйста ну и вот таким образом в общем ну а теперь друзья девочки мальчики беремся за иголочки устраиваемся поудобнее буду вас развлекать в нижнем правом углу появится как обычно тематическая картинка чтобы не сильно раздражать дрожащий камерой живущим своей жизнью виноделом вышивайте приятного дальше прослушивания уже не просмотра а прослушивания в мрачную эпоху средневековья когда горели костры инквизиции сжигая всех заподозренных в ереси а ересь усчиталась всякая живая мысль противоречащая учению церкви естественные науки были совершенно заброшены инквизиция запрещала человеку изучать природу и тайну вещества собиранием фактов и наблюдением занимались только в одной отрасли в химии вернее это было не химия а странное соединение кропотливого труда и опыта суеверия это было алхимия зарождение которой было вызвано не стремлением к истине и познанию естественных законов природы а скорее желанием продлить свою жизнь сохранить здоровье и разбогатеть самые знаменитые алхимики были выдающимися людьми своего времени умными и многогранными вот об этих личностях и пойдет речь ниже одним из первых алхимиков если не первым была мария пророчица которая жила не то в первом не то в третьем веке нашей эры они упоминают своих трудах другой алхимики по совместительству христианский гностик четвертого века зосим панаполит но дошедшие до нас сведения они мягко говоря не самые точные один византийский историк восьмого века сообщает что мария обучала демокрита во времена перикла не исключено что именно мария основал александрийскую алхимическую школу труды и и канули в лету сохранились только разрозненные цитаты в текстах других авторов из которых следует что она придумала ряд алхимических процессов и аппаратов в том числе хорошо всем известную водяную баню один автор 14 века даже называют ее баней марии память людская коротка и мы часто понятия не имеем кто придумал ту или иную полезную вещь и особенно постыдно это в случае незаурядной женщины которая умела делать золото из корня мандра горы кстати алхимиком принадлежит открытие или усовершенствование способов получения ценных соединений и смесей таких как минеральные и растительные краски стекла эмали соли кислоты щелочи сплавы и лекарственные препараты алхимики изобрели печи для деятельно для длительного нагревания перегонные кубы гетты несколько лет посвятил изучению трудов алхимиков вид альберт великий 1193 1280 год прожил в 87 лет это в то время мэтр появился в доцвет в богатой семье графа фон боль штетта легенды гласят что в детстве успехи альберта в учебе были довольно скромными никто и не подумал что в будущем он станет одним из самых видных ученых объясняет такую трансформацию чудо случившееся с юношей вступившему в орден доминиканцев альберту явилась дева мария у которой тот выпросил ясный ум и преуспевание философия в ту эпоху бесконечных войн монастыри являлись спокойным местом где можно было заниматься культурой хотя мэтр альберты относился к доминиканцам он получил значительные послабления в соблюдении устава чтобы ученый мог заниматься исследования ему разрешили даже пользоваться своим личным капиталом проведя несколько лет в кельне альберт переезжает в париж там он для получения степени магистра начинает читать лекции которые пользуются бешеным успехом альберт был не только философом его отличает универсальность альберт изучил растения минералы животных он оставил работы по неорганической химии которые намного опередили время его именем подписано 5 алхимических трактатов дошедших до нашего времени самый знаменитый так и зовется об алхимии любимым учеником альберта великого с 1244 года становится фома аквинский который присутствует при опытах по получению золота алхимику приписывают множество чудес о нем слагали сказки кстати наверное вышиваемые нами кудесники сказочники чародеи дименшиза не только я так думаю что это и есть альберт великий но в конце жизни ученый потерял память и заперся в монашеской келье когда альберт умер весь кельн оделся в травмной одежды в 1931 году ученый философ алхимик и чародей был официально канонизирован римом арнольда д виланова 1240 1311 года 71 год прожил великий ученый получил отличное образование классические науки он изучал в экс-сан-провансе в монпелье медицину затем была сорбона среди близких знакомых арнольда значились английский монах роджер бэкон автор зеркала алхимии и альберт великий надо сказать что девиланова завидовал своему коллеге доминиканцу который имел гораздо больше возможностей для своих опытов окончил обучение арнольда объездил всю европу став популярным и недешевым врачом однако необычные методики и вольные разговоры привели к преследованиям со стороны церковных властей странные микстуры амулеты гипноз все это указывало на связь с нечистой силой в медицине ученый использовал золото как универсальное лекарство не гнушаясь также пользоваться достижениями алхимии ртутью солями жизнь девиланова отличалась от религиозных алхимиков вроде альберта великого роджера бэкона лифомы аквинского преподавая в парижском университете арнольда произносит столь смелые речи что сполошилась уже инквизиция говоря об алхимии стоит заметить что ученый считается одним из тех кому действительно удалось создать философский камень это указано в его трактате великие четки правда исторического подтверждения к сожалению так и не существует арнольда утверждал что сумел осуществить превращение свинца в золото уже после смерти ученого церковь решила осудить его большая часть сочинений до виланова была сожжена не помогла и дружба с понтификом непонятно сегодня какие именно сочинения из дошедших до нас собственно принадлежат метру раймунд лулий 1235 1314 года 70 лет прожил помимо официальной истории алхимии есть и более надежно устная передаваемая через поколение адептов раймунд лулий считается одним из самых величайших алхимиков всех времен официальная же история это оспаривает дело в том что незадолго до своей смерти в 1311 году ученый выпустил нечто вроде автобиографии где указал список всех своих работ алхимических трактатов там не нашлось но по причинам религиозного характера лулий предпочитал не афишировать эту сторону своей деятельности ученый родился в богатой семье и всю свою юность посвятил любовным похождениям однако очередная его пассия показал свою съеденная болезнью тело призвала к служению христу который может дать вечную награду это а также мистические видения религиозного толка так потрясло лулия что он пообещал посвятить свою жизнь служению господу в 1289 году богословок алхимии приобщил арнольда девила нова легенды согласят что в лондоне по просьбе короля эдуарда алхимик произвел трансмутацию металлов создав золото на 6 миллионов фунтов монах францисканец много путешествовал он выучил арабский писал труды по физике и астрологии помимо деятельности алхимика лулий немало сделал для распространения христианства основал много учебных заведений говорят что созданные им золотые монеты существуют до сих пор их зовут раймондини легенды гласят что алхимик смог даже получить эликсир бессмертия но отказался его принять василий валентин считается что этот псевдоним принадлежал некоему монаху из монастыря бенедиктенцев в немецком эрфурте валентин без сомнения входит число самых известных алхимиков правда поговаривают что его тексты на самом деле принадлежат целой группе авторов тем не менее его трактаты чаще всего переводятся и переиздаются также высок авторитет валентина как ученого его имя упоминается в связи со многими химическими открытиями алхимик тому же является довольно загадочной личностью при его жизни работы валентина не издавались по легенде в середине 15 века через несколько десятков лет после смерти ученого неожиданно раскололась одна из колонн в эрфуртском соборе там-то нашли алхимические трактаты принадлежавшие бенедиктенцу в том числе и знаменитый 12 ключей к философии тем не менее монах ученый действительно существовал из его работ можно выяснить даже некоторые факты биографии валентина в юности он побывал в англии бельгии современники вспоминали о нем как о великом ученом в области медицины и естественных наук василий валентин смог открыть сурьму и четко определить третий алхимический элемент соль писали что монах гораздо гораздо яснее прочих очертил душу металла которую назвал серой известная максим алхимика гласит проникните должным образом в недра земные и вы найдете спрятанный камень истинное снадобье первые буквы этого изречения на латыни составляют слово купорос такое название валентин дал тайной соли и растворителю использовавшиеся в его магистерии многие принципы алхимика позаимствовал позже и парацельс парацельс 1493 1541 48 лет этот знаменитый врач не менее знаменит как алхимик он один из первых медиков начал рассматривать происходящие процессы в организме человека с точки зрения химии хотя многие отрицают роль парацельса как алхимика все же некоторые алхимические методики ученый использовал для получения лекарств родился парацельс 1493 году в швейцарии его псевдоним состоит из двух частей греческое слово пара означает почти а цельс являлся римским врачом пятого века получается почти врач рима который по мнению ученого уступал ему мастерстве получив образование в нескольких университетах врач путешествовал по европе исцеляя в основном за счет природных средств 1527 году парацельс получил звание доктора и профессора медицины в базе ли там он показательно сжег книги таких авторитетов как аристотель и голен чьи идеи находил устаревшими парацельс смело шел наперекор традициям разрабатывая собственные методики ему помогал опыт и мистика ученый считал что магия может дать врачу больше чем все книги парацельс немало времени посвятил поиску философского камня однако считал что тот не может превращать металлы в золото алхимику он нужен был чтобы дать эликсир бессмертия и приготавливать чудо действенные лекарства надо сказать что такая точка зрения стала поворотной от алхими к химии алхимия парацельса это химия жизни наука доступная каждому надо только суметь воспользоваться человек наделенный разумом может создать то что у природы ушли бы долгие годы также парацельс предсказал современную гомеопатию нынешняя медицина вообще многим обязана этому ученому он открыто высмеял теорию выставлявшую эпилептиков одержимыми одержимыми дьяволом сам ученый заявлял что смог создать философский камень и будет жить вечно но умер парацельс в возрасте 48 лет упав с высоты бернардо добряк из тревиза 1406 1490 год 84 года этот алхимик заслуживает особого упоминания среди других адептов этот граф небольшого итальянского пограничного государства подчинявшегося венеции начал свои труды в 14 лет а философский камень был им найден только в 82 года приобщил бернардо к таинственной алхимии его отец который дал изучить старинные сочинения следуя советам предшественников молодой граф потратил несколько лет и кучу денег но успеха так и не добился первая череда опытов отняла 15 лет жизни и у большую часть капитала а успеха так и не случилось следуя советникам одного чиновника бернардо пять лет выпаривал кристаллы философского камня бедный алхимик перепробовал множество способов обращался к различным трактатам но все было счетно к 46 годам от былого богатства граф про графа практически ничего не осталось последующие восемь лет он вместе с монахом жуфруа де леврие пытался выделить первичную материю из куриных яиц потерпев неудачу бернардо стал путешествовать по европе пытаясь найти истинного адепта алхимик в поисках секрета побывал даже в персии палестине египте в 62 года бернардо оказался на греческом острове радос без денег без друзей но в уверенности что разгадка близка алхимик даже занял денег чтобы продолжить опыты с очередным ученым знавшим секрет философского камня по легендам уже перед самой смертью секрет открылся таки бернардо он к тому же сумел разгадать тайну без мятежной жизни надо было просто довольствоваться тем что у тебя есть труды бернардо полны аллегорий они понятно лишь настоящим алхимиком практик практикам добряк из тревиза смог в совершенстве изучить теорию магистерии что и воздалось ему по заслугам в конце его жизни о том что алхимиком был ньютон настала напротив известно уже после его смерти при жизни создатель фундаментальной физики жестко критиковал алхимию и писал что она принесла много вреда науке однако после смерти ученого обнаружилось что треть его рукописи посвящена алхимии оказалось что метр тридцать лет занимался поиском философского камня знаменитые седые кудри ньютона следствие не болезни или стресса а результат неудачных опытов с вот мы подошли с вами теперь к следующему разделу нашего видео интересные факты артути человечество использует ртуть вот уже более трех тысяч лет ртуть является одним из немногих химических элементов обладающий массой интересных свойств и обширной сферой применения людьми за всю историю ртуть очень удивительное вещество обладающие всеми основными свойствами металлов вот только форму придать ему проблематично ртуть единственный металл и второе наряду с бромом вещество которое при комнатной температуре пребывает в жидком состоянии и металлом ртуть стало только лишь в 1759 году когда михаил ломоносов и иосиф браун смогли доказать этот факт впервые вес ртути в 1627 году измерил роберт бойль но его цифры верны и сейчас один литр ртути соответствует примерно 13 и 6 десятых килограммом тяжелый металл возможно изготовление сплава в ртути со всеми металлами кроме железа и платины большая часть ртути используемой людьми добывается из руды названной киноварию твердой ртуть становится только при температуре минус 39 градусов а повышение и и до плюс 356 градусов заставляет ртуть закипать и превращаться в ядовитый пар благодаря своей токсичности ртуть активно применялась древними химиками для того чтобы извлечь из руды золото серебро платину и другие металлы такой способ под названием амальгация позже был забыт к нему вернулись только в 16 столетии возможно благодаря именно ему добыча золото и серебра колонизаторами южной америки в свое время достигла колоссальных размеров благодаря отличной электропроводимости ртуть широко применяется при изготовлении осветительных приборов и выключателей а ртутные соли обладают массой полезных веществ так из хлористой соли делают антисептические средства из фульмината взрывчатые боеприпасы благодаря своему цвету в античные времена этот металл даже отождествляли живым серебром о чем свидетельствует одно за ее латинских названий аргентум вивум и это понятно ведь находясь в своем естественном состоянии жидком она способна бежать быстрее воды способность ртути равномерно расширяться при нагреве нашла широкое применение в разного рода термометрах а ранее несмотря на свою токсичность ртуть активно применяли лекари древности при лечении всевозможных заболеваний на ее основе изготавливали медицинские препараты из надобья для лечения различных кожных заболеваний ртуть входила в состав мочегонных и слабительных препаратов использовалась в стоматологии а йоги древней индии согласно запискам марка пола употребляли напиток на основе серы и ртути который продлевал им жизнь и давал силы особое место в использовании ртути в средневековье является применение ее в мистических ритуалах распыляемый красный порошок киноварий по мнению шаманов и магов должен был отпугивать злых духов также известный случай изготовления китайскими знахарями пилюли бессмертия на основе данного металла при эсгумации тела ивана грозного ученые определили что содержание ртути в организме царя в пять раз превышала допустимые нормы известно что на руси ртуть использовали для лечения сифилиса еще в пятнадцатом шестнадцатом столетиях некоторые исследователи предположили что иван грозный страдавший этим опасным недугом был подвергнут лечению жидким серебром карамзин писал что царь так изменился что нельзя было узнать его на лице изображалась мрачная свирепость все черты сказились взор угас на голове и убородине осталось почти ни одного волоса резкое выпадение волос один из явных признаков отравления ртутью как и эпилептические припадки которые мучили царя ртутная интоксикация такова причина смерти ивана грозного по мнению современных экспертов губительным стало применение солей ртути и для средневековых мастеров по изготовлению шляп помните сумасшедшего шляпника из алисы в стране чудес так вот раньше такие шляпники существовали на самом деле все дело в том что фетр используемый для производства шляп обрабатывали ртутным соединением постепенно ртуть накапливалась в организме мастера а одним из симптомов ртутного отравления является сильное расстройство рассудка проще говоря шляпники часто в итоге сходили с ума а вот употребление ртути с целью самоубийства как раз наоборот не уменьшались успехом известны факты когда люди выпивали или делали внутривенные ртутные инъекции и все они оставались живыми ведь металлическая ртутная не так ядовитое как принято считать наиболее опасны пары ртути и ее растворимые соединения сама же металлическая ртуть не всасывается в желудочно-кишечном тракте и выводится из организма в древности люди больше полагались на магические свойства этого вещества например жрецы древнего египта клали в деревянный или гранитный сосуд несколько граммов ртути и помещали его в горло мумии фараона они считали что после смерти это будет оберегать их правителя рядовые египтяне также рассчитывали на помощь ртути нося флакончик с ней в качестве амулета многие верили и верят что ртуть приносит удачу поэтому и в наши дни талисмана из ртути не редкость ртуть применяют для производства краски которые открашивают корабли дело в том что на подводной части судна могут образовываться колонии бактерий и микроорганизмов которые разрушают обшивку краска же на основе ртути препятствует этому разрушительному с воздействием известно что ртуть содержится в морской воде недавно было установлено что мелкие рыбы способны накапливать это вещество при этом хищники как рыбы так и птицы которые охотятся на мелкую рыбу могут сохранять ртуть в организме в еще более высоких концентрациях например если сель содержит 0,01 промилле ртути то у акулы показатель превышает одну промилле теперь внимание увага ахтун аденштейна тансьон случайно разбившийся градусник требует соблюдения безопасного алгоритма действий первое правило вывести всех из помещения закрыть дверь распахнуть окно загрязненный парами ртути воздух не распространиться по квартире сама ликвидация начинается с подтягивания мелких капель друг другу с помощью бумаги мелкие частицы собирают кисточкой клейкой лентой оставшиеся капли втягивают грушей все погружают в банку вооружившись фонариком необходимо убедиться в полном отсутствие ртути нельзя убирать веником вещество или бытовым пылесосом за счет нагревания и дробления кабель испарение усиливается в сотни раз после механической уборки провести влажную протирать химическими чистящими средствами нельзя при контакте с ртутью они образуют опасные соединения все теперь выдыхаем и продолжаем вышивать ртуть нельзя перевозить самолетах но не из-за ее токсичности как может показаться на первый взгляд все дело в том что ртуть контактируя с алюминиевыми сплавами делает их хрупкими поэтому случайно разлив ртуть можно повредить самолет в сельском хозяйстве высокотоксичные соединения ртути используют в качестве пестицидов кстати наш организм все-таки отягощен ртутью но ее количество ничтожно 13 миллиграмм в современном мире ртуть нашла широчайшее применение в электронике где компоненты на ее основе используются во всевозможных лампах и другой электротехники ее применяют в медицине для производства некоторых лекарств ртуть также участвуют в переработке нефти так с помощью именно этого металла можно регулировать оптимальную температуру для процесса который играет главенствующую роль для нефти в настоящее время продолжает проводиться большая работа по изучению полезных свойств ртути с ее последующим применением в механике и химической промышленности вот так на сегодня конец истории пока этой на данный момент рада что всем спасибо кто дослушал до конца носим позвольте откланяться всем пока пока продолжайте вышивать всем шустрой иголочки также всем желаю мира здоровья добра теплого лета когда она уже в конце концов потеплеет и все до следующего видео пока